Привет! У нас с вами вторая часть. Многие оказались шестрее меня, уже ждут меня. У нас извязан моток. Количество петель где-то 179, плюс-минус у вас может быть разное. Сейчас пройдусь по самым основным моментам, какие замечания, и покажу еще, как нам присоединять с вами ниточку, потому что было много вопросов. Вот смотрите, у меня от мотка осталось вот столько где-то. Не рекомендую на махере делать узелки или соединять две нити по самому полотну, потому что у вас он будет виден, у нас тонкое полотно. Так, второй моток. Где-то оставляем вот где-то так, сантиметров 10, чтобы потом просто убрать это иголочкой, можно было заправить в иголочку. Я прям не привязываю узелок, никак не фиксирую, чтобы не делать лишних уплотнений на махере. Чувствуется все равно всегда. Начинаю прям сразу ее ввязывать. Вот видите, наша нить, которая старая внизу осталась, предыдущая. Старая, предыдущая. И начинаем ввязывать. Прям сразу с лицевой, кромочную лицевой вывязали. Придержали обязательно, как всегда. Лицевая, накид, скрещенной. И дальше, как обычно, все продолжаем. Таким образом мы продолжаем с вами до конца самой шали. Вот видите, вот у нас остались такие хвостики. Мы их с вами будем убирать, когда будет обвязка нашей шали. Сейчас пока не трогайте, можете завязать узелочком просто, ну, легким таким, чтобы они там у вас не развязались, не болтались. И еще один момент, на который хочу обратить внимание, это кромочный. Всем уже многим писала, обращала внимание. Девчонки кромочные, длинные, вытягивайте, не бойтесь. От того, насколько вы сейчас их сделаете длинными, будет зависеть размер вашей шали. Потому что, если будет стянуто полотно и кромочные будут небольшие, она у вас не раскроется и будет маленького размера. Вяжем с вами дальше. Нам надо вывязать примерно 259 петель, плюс-минус этот моток. Часть этого мотка у вас уйдет. И потом я вам уже покажу еще следующее видео, что делаем дальше. И, пожалуйста, выкладывайте ваши фото по готовности, чтобы я понимала, кто на каком этапе. Всем пока!